Приветствую вас и на самом деле правда заключается в том, что у каждого свой путь и люди обладают одной очень интересной особенностью. Эта особенность заключается как ни странно в сознании. Конечно человек живет, он живет, существует, выполняет какие-то действия, встречает человека другого, влюбляется в него. И сознание человека расширяется, становится другим, становится более полным, более естественным. Так включает вторую половинку. И так проходит какое-то время. А потом, если влюбленность не дала ничего этим людям, если после прошествия влюбленности не осталось и мы понимаем уважение, терпение друг к другу, то происходит свяжение сознания. То есть сознание возвращается на тот уровень, на котором оно было. И если расширение сознания есть процесс естественный, процесс позитивный, процесс прогресса, человек достигает новых вершин, то процесс улучшения это болезненный процесс, это процесс прогресса. Человеку кажется, что он делает шаг назад. В основном шаг назад в отношении самого себя. И с помощью различных, различных оправданий. Здесь не особо важно, какие именно оправдания. С помощью различных средств, способов, предлогов. Люди ищут, значит, возможность, что сделать? Последовать своим новым ощущениям. Потому что, чтобы преодолеть свяжение сознание и воспринимать его, это свяжение, как, ну, скажем так, трансформацию отношений до видоизменений. Необходима воля. Необходимо понимать не только свою выгоду, свои интересы, но думать при этом о другом человеке. А когда происходит свяжение сознания, сам субъект испытывает весьма болезненные ощущения. И поэтому, думать в первую очередь о самом себе. И вот именно потому, что на первый этап план наступают мысли о самом себе, все отношения и разваливаются. Отношения вообще распорядаются тогда, когда люди думают не о друг, а о друге. А каждый о самом себе. Потому что любые взаимодействия с людьми, это направленность не на себя. Если бы каждый из нас был направлен на себя, не было бы семей, не было бы ничего. Каждый жил бы сам без себя и была бы одна большая война. Просто непрекращающаяся война. Не было бы государства, не было бы ничего, никакого общества, не было бы. Каждый человек воевал бы сам с собой, по сути дела. Но люди объединяются, потому что понимают, что одни они не могут. И эти объединения людей учат каждого индивиду, потому что нужно делать что-то для общества. И как бы мы уже рождаемся социальными индивидами, ну так у нас формировалось человеческое общество. А личный союз, свободный союз, это вот семья как раз таки тогда, тут все основано на, как бы, свободном воле изъявлений. И вот здесь как раз как раз и можно посмотреть, как люди себя ведут в действительности. Потому что общество, ну это такое, сказать, привычное ограничение. Мы все живем в обществе и уже настолько привыкли, что это даже не осознаем. А вот когда личное, это личный союз, тут вот все очень близко к сердцу, к сердцу воспринимается. И вот когда какие-то пары распадаются, когда какие-то союзы разваливаются, можно посмотреть на такого человека и сказать, ох, еще один думает о себе только. Еще один. Не хватило еще одному человеку силы воли, чтобы вот о другом подумать. Свои интересы преобладали. Так сказать, они доминирующую роль в игре. И это нормально. Человек ведь ищет путь к счастью. Человек ведь всегда стремится к лучшему, к хорошему, к идеальному. И это дело для каждого свой. И только с опытом, с ошибками приходит понимание чего-то большего, чем какой-то уровень, рамки границ счастья. Но пока этот опыт сам не наберешь, пока сам не ошибешь, не испытаешь всех эмоций, всех чувств, всю боль, потерь, утраты, разочарование, а вины отчества, покинутость. Пока все это сам не переживешь, не поймешь, насколько цены стоят. А когда говорят другие люди об этом, кажется, у меня все будет по-другому. Я хозяин в своей жизни, я все построю идеально, без ошибок. Так думают почему люди? Потому что молодые, неопытные, самоуверенные, самонадеянные и не совершали таких ошибок. Но простите, если человек совершает такую ошибку, а он ее обязательно совершит и при этом ничему не научится, то это глупый человек. Потому что только глупые люди не учатся на своих ошибках. А если человек ошибся, сделал вывод и как бы добавил опыт в копилку, то этот человек стал мудрее, опытнее. Есть вероятность, что такую ошибку он больше не совершит. Только так и происходит научение. Научение, процесс индивидуальный и, к сожалению, в том, что касается личных отношений. Личные отношения не на то и личные, что касается только двоих людей. Здесь обучение, научение происходит индивидуально для каждого. И только так, через свои личные неудачи, человек может постичь, что для него правильно, а что нет. Потому что у каждого свои особенности. Кто-то не может жить, когда влюбленность проходит. Не может он действовать по принуждению какому-то. Кому-то он действительно влюбится и он знает, что влюбится в следующий раз обязательно навсегда. И может быть это правда. Может быть. Пока человек не узнает, он не узнает. Пока не попробует, он не сможет сказать, так-то или нет. А если даже это не так, то никто не может запретить ему пробовать еще раз. Потому что личность многогранна. И проявляет она свою индивидуальность именно в личных отношениях. И границ, пределов, регламентаций поведения личности нет. И именно поэтому никто никогда не будет избавлен от ошибок. И никогда никому сразу помочь. Как бы предупредить если неудачи не получится. Бывает так, что вот человек встретил свою половинку, полюбил ее и бродил с ней всю жизнь. Но это редко. То скорее исключение их правил. В основном, человек всегда проходит через путь. А путь всегда ошибки, всегда неудачи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остаются, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понадобится мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok